Всем привет! И в этом видео будет долгожданный рецепт воска для ногтей, который я показывала в предыдущем видео о том, как отрастить ногти. Этот воск отлично укрепляет и уплотняет ногти, борется с проблемой расслоения ногтей. Действуя как затирка, воск заполняет все неровности и потертости ногтя, делая его более гладким. Итак, вам понадобится, собственно, сам пчелиный воск, его можно купить или в интернете, или на прилавках с медом. Дальше вам понадобится кокосовое масло, если у вас нет такого, берите оливковое. И, конечно же, нужно не забыть о контейнере. Кстати, вот такой контейнер я нашла в наборе для наращивания ногтей, который стоил гривен 8. Чтобы разнообразить рецепт, можно добавить два абсолютно необязательных ингредиента. Первый это эфирное масло, ваше любое на выбор, это будет просто отдушка. И второй, это уже функциональный ингредиент, это витамин Е в жидкой форме. Найти его можно в аптеках. Переходим к самому процессу. Я уже нарезала вот такие вот стружки из пчелиного воска. На стеклянном блюдце я ставлю воск в микроволновку на 2 минуты. Пчелиный воск превращается в жидкую форму. И как раз в этот момент мне нужно добавить растопленное кокосовое масло. Буквально чайную ложку на такое количество воска. Помните, что воска должно быть больше, чем кокосового масла. И абсолютно необязательно, но я все-таки в качестве отдушки. Для приятного запаха добавляю пару капель своего любимого эфирного масла. А также пару капель витамина Е, чтобы еще более обогатить этот состав. Перемешиваю все это пластиковой лопаткой. И пока еще воск теплый, я быстренько переливаю его в контейнер. И очень плотно закрываю. Ставлю в холодильник буквально на минут 10. Итак, 10 минут прошло и воск застыл. Вот такое вот средство у меня получилось. Для нанесения нужно совсем маленькое количество. Набираю его ноготком под действием тепла тела. Оно моментально размягчается и превращается в что-то мазеобразное. То, что приятно наносить на ногти. При регулярном использовании через 2 недели вы уже увидите результат. Более плотные напитанные ногти. Они становятся более здоровыми и за счет этого начинают быстрее расти. Надеюсь, вам этот рецепт будет полезным. Спасибо вам большое за внимание. Всех целую и пока!